Здравствуй, дорогой зритель, меня зовут Богатейший Ди, сегодня нам есть о чем поговорить с тобой, поэтому сразу к делу. Таймкоды, как обычно, в описании, а также в комментариях пишут всякие редиски от моего имени, не надо с ними общаться, они хотят развести тебя на деньги. Сначала я хочу показать тебе безумие, неожиданное сравнение биткоина с золотом. Насколько точно, в последние полтора года биткоин следует траектории золота, и если эта траектория будет повторяться и впредь, то давай посмотрим, что произойдет. Этим графиком поделился тогда у себя в твиттере, он очень хорош в анализе макропаттернов на разных рынках. Посмотри на это, я думаю, некоторые из людей, которые смотрят это видео, уже сравнивали биткоин и золото. Биткоин повторяет исторический ход золота уже 54 недели подряд, это больше года. Но самое сумасшедшее то, что это совпадает с тем временем, когда золото достигало своего первого триллиона долларов капитализации. Сейчас капитализация золота составляет около 12 триллионов долларов. Если бы я не видел это сравнение своими глазами, я бы сказал, что это что-то сверхъестественное, но это настоящее. Ведь биткоин только что тоже достиг первого триллиона долларов капитализации. И с тех пор идеально следует траектории золота, как ты видишь на этом графике. В свое время с золотом случилось то же самое, оно достигло первого триллиона долларов, после чего, как мы видим на желтом графике, оно взорвалось. И улетело куда-то вверх, сначала до 5 триллионов долларов, а теперь почти до 12. Вот почему такие люди, как Питер Шиф, которые успели застать этот рост золота в свое время, так его любят. Они любят золото, потому что они жили в то время, когда оно показало свой самый безумный рост. Все любили золото и все хотели золота тогда. И это то, что происходит с биткоином сейчас. Почему? Потому что биткоин сейчас созревает, как класс активов, и его принятие растет. Способы использования также добавляются. В конце концов, количество людей, его понимающих, тоже растет. А это уже вопрос криптообразования и уровня осведомленности населения. Все растет, как у золота в 1970-х. Еще раз, биткоин сейчас, достигнув триллиона долларов капитализации, точно следует движениям золота из того времени, когда золото достигло своего первого триллиона долларов капитализации. Сумасшедшая корреляция. И траектория такая же сумасшедшая, ведь если мы продолжим ее повторять, то уже в конце ноября достигнем отметок около 80 тысяч долларов за биткоин. Кстати, план Б называл похожие прогнозы на конец ноября. И в этом есть смысл, так как биткоин в своем виде фактически заменяет золото. Даже делает многие вещи более комфортными, чем золото. Например, перевести богатство в виде золота через границу не так уж и просто, как это сделать с биткоином. Разделить слиток золота тоже не очень удобно, а биткоин делится на мелкие фракции под названием Сатоши. Биткоин это все хорошее от золота, но ничего плохого от золота. Поэтому в том, что он повторяет его траекторию, видимо, есть какой-то смысл. Вчера мы говорили об этом графике от Боба Лукаса, на котором, как мы видим, весь рынок альткоинов вырос всего лишь на 200% от пика 2017 года. И поэтому Боб ожидает, что про следующие 6-12 месяцев будут слагать легенды еще очень-очень долго. Возможно, Боб Лукас заметил эту корреляцию биткоина с золотом и поэтому ожидает от следующего полугодия или года таких больших результатов. Ведь в то время, когда золото достигло первого триллиона, а затем параболически умножало свою капитализацию, до сих пор не забыто инвесторами в золото. Скорее всего, корни их поддержки золота растут именно оттуда. Вот почему они верят в золото, верят, что оно будет расти. Хоть и за последние 10 лет оно не очень-то и двигается. Если сейчас, в ближайшие полгода, год биткоин достигнет 250 тысяч долларов, а мы проживем этот период, будучи его холдерами, Мы запомним это навсегда, я уверен. И мы будем об этом говорить своим внукам. Поэтому Боб Лукас звучит для меня очень правдоподобно, если добавить к его рассуждениям сравнение золота с биткоином. Хочу показать тебе этот график, любезно предоставленным Уиллом Клименте. Он представляет нам то, что называет Delta Valuation Model. Это разница между средней рыночной капитализацией, отображаемой средней скользящей линией, и реализованной капитализацией в блокчейне, которая основывается на цене, которую инвесторы в последний раз заплатили за свои монеты. Эта модель может подсказывать нам, где находится максимальный низ медвежьих рынков и максимальный пик бычьих. Этой модели точно так же, как и недельным или месячным средним скользящим, нужно достаточно много времени, чтобы менять направление своего движения вверх или вниз, реагируя на движение цены биткоина. И прямо сейчас, как мы видим, она начинает расти вверх, следуя за этим ростом биткоина с 3000 долларов до 60. Это говорит нам о том, что чем дольше биткоин будет находиться в боковике или в падении, тем выше в перспективе будет находиться цена нового пика. На данный момент эта модель показывает пик около 150-175 тысяч долларов в конце года. Оптимистично, конечно, но я бы очень этого хотел. Второй биткоин фьючерс ETF начал торговаться сегодня в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешила и ему торговаться. Удивительно, сколько лет они упирались, а тут вдруг начали разрешать один за другим. И ведь впереди нас ожидают еще биткоин фьючерс ETF, Fidelity, VanEck, Arkinvest, Glassnode даже хочет перевести свой траст VTF. И все будет это нас ожидать в будущем. Это и приносит столько институциональных денег на рынок прямо сейчас. Но все это фьючерсные ETF, а мы хотим физически настоящий биткоин ETF, который может быть одобрен уже в первых двух кварталах 2022. И я думаю, что это как раз таки может оказаться грейскейл биткоин ETF. Также очень крутые новости для биткоина связаны с PayPal и, конечно же, с Walmart. Как мы помним, Walmart искал криптоспециалистов, тем самым заставив всех задуматься о принятии биткоина и некоторых криптовалют Walmart. Но начнем с PayPal, который зафиксировал самый большой объем биткоинов на своей криптоплатформе с майского краха биткоина. Допустим, но самое интересное, знаешь что? То, что они фиксируют такой рост объемов, и при этом посмотри на Google тренды для биткоина. Популярность запроса биткоина в гугле не может достичь уровней 2017 года. Не может достичь даже уровней мая этого года. Где розничный хайп? А его нет. PayPal видит увеличение объемов биткоина на своей криптоплатформе, а хайпа нет. Есть огромное количество людей, которые все еще не верят, или не знают, или не слышат. Поэтому я думаю, что мы все еще, даже в 2021 году, ранее инвесторы. Да, мы все еще ранее инвесторы в биткоин. Что касается Walmart, Walmart установил 200 биткоин-банкоматов в своих магазинах в США. Но в его планах расширить это количество до 8000. Очевидно, устанавливая биткоин-банкоматы, Walmart не просто предполагает, что биткоин будет расти, но также думает, что главная криптовалюта набирает и будет набирать популярность, и спрос на нее будет расти. Теперь в магазине Walmart можно будет легко продавать и покупать биткоин через биткоин-банкомат. Там, глядишь, и до принятия биткоина Walmart тоже недалеко. А это вполне себе закономерно после установки биткоин-банкоматов. Мне так кажется, иначе в этом смысла мало. Что касается эфириума и NFT, здесь тоже очень интересные вещи происходят. Например, 17% всех холдеров эфириума выкупили 80% всех NFT, построенных на базе эфириума за последние 6 месяцев. Что это значит? Это значит, что только 17% людей, которые покупают NFT на эфириуме, холдят их полгода. В основном они избавляются от них быстрее. Я покупал NFT один раз в жизни, это были MonsterBuds, об этом я снимал видео. Покупал я MonsterBuds практически на старте, вот здесь, за 0,3 эфириума. После чего монстрбады выросли до 0,8 эфириума. То есть за 5 дней профит составлял половину эфириума на каждом монстрбадсе. Неплохо, да? Но с тех пор он упал до 0,1 эфириума. Поэтому, исходя из этой статистики и из этого графика, мы можем сделать один вывод. За NFT нужен глаз да глаз и фиксация прибыли, когда она есть. Я не продавал свои монстрбадсы, когда они стоили 0,8 эфириума. Они так и остаются у меня, упав в 3 раза. Посмотрим, что будет дальше. А я надеюсь, что дальше все будет только лучше, ведь... Август и сентябрь этого года рекордный взрыв для NFT. 3,5 миллиарда долларов за этот год. Прошлый год на этом фоне практически незаметен. Возможно, и этот год будет незаметен на фоне следующего. Мы видим очевидную тенденцию на рост популярности NFT, построенных на базе эфириума. Что хорошо для эфириума и его холдеров. Теперь я хочу поговорить про свой любимый Аваланч. У них очень большие события происходят. В официальном твиттере они написали, что поддержат всех, кто раздвигает границы технологий нового поколения. И поэтому стремятся расширить базу своих партнеров, чтобы принести блокчейн всему миру. И начинают они с автоспорта. Поэтому теперь на автомобилях, которые участвуют в гонках, например, Формула-1, будет красоваться логотип Аваланч. Это хорошая реклама для Аваланча, но меня больше интересует следующая статистика. Следующая метрика, которая практически взрывается для Аваланч. Аваланч только что достиг исторических пиков в плане количества дневных транзакций, а также количества активных кошельков. Посмотри, как сильно взрываются эти метрики для Аваланч. Вот почему Аваланч так поднялся в топе криптовалют практически из ниоткуда. Я очень рад, что успел выхватить его за 30 долларов и думаю, что он даст мне как минимум 10 иксов с тех пор. Binance запускает фонд на 1 миллиард долларов для ускорения принятия своего Binance Smart Chain, включая финансирование DeFi проектов и игровых NFT, которые будут построены в сети Binance Smart Chain. Очевидно, что Binance не хочет уступать свое лидерство, а их монета до сих пор находится на третьем месте на CoinMarketCap по размеру среди всех криптовалют. Люди сейчас любят хейтить Binance, и на самом деле их есть за что хейтить. Но просто факт, Binance Coin до сих пор находится на третьем месте. Если они будут столь устремленными и впредь, они смогут составить серьезную конкуренцию Эфириуму. Золоченная стоимость в DeFi на Эфириуме сейчас составляет 159 миллиардов долларов. У Binance эта цифра составляет около 20 миллиардов долларов. Правда, на пике было 32 миллиарда долларов. Но после этого падения, как мы видим, эта метрика восстанавливается. Золоченная стоимость DeFi в сети Binance все равно больше, чем у Solana и других проектов, таких как Polygon, Phantom, Avalanche, Terra и другие. У Binance золоченная стоимость DeFi в два раза больше, чем у других проектов, кроме Эфириума. Поэтому я думаю, у Binance Coin все будет просто отлично. И, наконец, я хочу поговорить про Ripple XRP. Генеральный директор Ripple Брэд Гарленхаус бросает камни в Эфириум. Он говорит, что Ripple всегда был второй криптовалютой. Но из-за того, что комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала Эфириум неценной бумагой, Эфириуму был дан зеленый свет, а XRP как конкурента просто подвинули. Не знаю, является ли это хорошим способом защиты, обвинять другие криптовалютные проекты, в то время как на самом деле, наоборот, нужно объединяться и стоять как единый целый организм. Но, тем не менее, я хочу, чтобы Ripple выиграл, это несомненно. Во-первых, его проигрыш будет ударом по всей криптоиндустрии, а сек в криптовалютном мире может стать чуть ли не богом. Во-вторых, его победа – это рост курса XRP, несомненно. Кстати, справедливости ради, может быть, в словах Брэда Гарлинхауса есть какая-то истина. Ведь все мы помним ту самую коррупционную историю, когда Эфириум буквально подкупил сек за то, чтобы его не называли ценной бумагой. Давай, если ты ее не помнишь, прямо сейчас я вставлю отрывок из этого видео и напомню тебе об этой истории. Криптало пишет «Срочные новости. Марк Бергер, работающий в комиссии по ценным бумагам и биржам США, и который руководил возбуждением дела против Ripple в последний день работы председателя Джея Клейтона, сменил работу. Теперь у него новое рабочее место. Угадай, где и с кем он работает у Симпсона Тэтчера». Это действительно так. Марк Бергер – это человек, который работал в СЕК и руководил возбуждением судебного дела против Ripple. Теперь он перешел работать под крыло Симпсона Тэтчера. Ты спросишь, и что здесь такого вкусного и горячего? Ну, работает он в какой-то компании, и что? Если мы зайдем на сайт Эфириум Альянс и поищем здесь Симпсона Тэтчера, мы его здесь найдем. Оказывается, он является членом Эфириум Альянса. Хмм. Также именно он вывел на рынок крупнейшую компанию по производству оборудования для майнинга и платил Биллу Хинману 1,6 миллиона долларов в год, когда он был главой отдела по корпоративным финансам комиссии по ценным бумагам и биржам США. Оплатил он за то, что Эфириум не признали ценной бумагой. И, соответственно, не подавали на него в суд. Когда в 2018 году Билл Хинман заявил, что Эфир не является ценной бумагой в СЕК, он получал пенсию в размере 1,6 миллиона долларов в год от Симпсона Тэтчера, члена Эфириум Альянса. Последним крупным актом Бергера перед уходом из комиссии была подача иска против Риппл, что привело к делистингу XRP, обвалу курса и потере инвесторами 18 миллиардов долларов. СЕК – это мошенники, а Джей Клейтон должен сидеть в тюрьме. Вот что говорят инвесторы. Думаешь, это всё? Как бы не так. Я забью окончательный гвоздь в крышку гроба коррупционеров и мошенников СЕК. На сайте всё того же Симпсона Тэтчера из Эфириум Альянса я нашёл очень интересное письмо от 12 января 2021 года. И вот оно прямо сейчас на твоём экране. Я просто шокирован этим цинизмом и явным нежеланием заметать следы или хотя бы ну как-то имитировать боязнь наказания за все свои коррупционные преступные действия. Нет, они всё оставили. Даже я смог докопаться. Это уже даже не наглость. Такого слова, которое может охарактеризовать происходящее событие, просто не существует. Бывший глава отдела комиссии СЕК по корпоративным финансам Билл Хинман возвращается в Симпсон Тэтчер. Мы рады приветствовать Билла в нашей компании. Его уважают за образцовое руководство на протяжении всего срока пребывания комиссии по ценным бумагам и биржам США. А также наверняка его уважают за то, что в своё время он не подал иск против Эфириума и не сделал всё то же самое, что сейчас сделают с Риплом, а просто-напросто продался и отказался от того, чтобы назвать Эфириум ценной бумагой. А теперь возвращается под крыло родной матери. В своих видео я не раз предполагал, что этот суд против Рипл является конфликтом интересов. Но это были только предположения. Теперь я уверен в этом на все 100%. На этом всё, ребята. Меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было для тебя интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Также подписывайся на канал Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!